В Самар на этой неделе прибудет музейный состав «Поезд Победы». В течение нескольких дней, с 26 по 29 апреля, жители областной столицы смогут посетить его экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Как уточнили организаторы, в мероприятиях примут участие ветераны, семьи бойцов СВО, представители Комитета семей воинов Отечества и Фонда защитники Отечества, общественные организации и движения первых. Сопровождать группу будут волонтеры «Победы». Напомним, «Поезд Победы» ездит по России уже пятый год. В Самарской области он впервые побывал в прошлом году. Ко дню «Победы» 182 ветерана в Самарской области получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном социальном фонде. Выплата предоставляется инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащим, партизанам, членам подпольных организаций, сотрудникам разведки и защитникам Ленинграда. В апреле денежные средства были отправлены ветеранам в беззаявительном порядке. Они получили выплату вместе с пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. В Самарской области все фронтовики уже перешагнули 95-летний рубеж. В декабре прошлого года самый молодой участник Великой Отечественной войны отметил 97 лет, а самому старшему ветерану в марте 2024 года исполнилось 106 лет. В Самарской области с начала сезона от укуса клещей пострадали 159 человек, в том числе 43 ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и баррелиозом не зарегистрировано. В апреле специалисты исследовали 137 клещей, снятых с людей. В двух из них обнаружили антиген энцефалита, что составило 1,5%. На инфицированность баррелиями проверили 133 образца. Ни в одном ДНК возбудители не нашли. Для предотвращения укусов этих паукообразных каждый год городские территории обрабатывают специальными средствами. Это касается в том числе парков, скверов, кладбищ, детских оздоровительных лагерей и турбаз. Вода является наиболее распространенным средством для тушения огня, но во многих критических ситуациях ее использование недопустимо. Об этом предупреждает МЧС России. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением, сообщили в ведомстве. Попадание воды на электрические провода провоцирует короткое замыкание и может привести к удару электрическим током. Спасатели отмечают, что использование воды для тушения масел и горючих жидкостей также неэффективно, так как в таком случае они увеличивают площадь возгорания. Универсальными средствами в борьбе с пожаром сотрудники МЧС назвали передвижные углекислотные или порошковые огнетушители и специальные покрывалы для изоляции очага пожара. Правительство России продлит выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки до 2031 года. Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь меру продлевают еще на 7 лет. На эти цели потребуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в этом году. Продолжение следует...